Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Около четверти населения Израиля возвращенные из северной земли. Это израильтяне, которые говорят по-русски. Поэтому русскоязычная мессианская община Шавей Цион одна из многочисленных мессианских общин. Как и все христиане мира, верующие общины считают Новый Завет единственным истинным и логичным следствием пророчеств Ветхого Завета. Откровения Авраама, Моисея, Давида и пророков вместе с учением Мессии и Иисуса из Назарета и его апостолов составляют собой неразрывное и неизменное целое. Это призвание еврейского народа. Наша цель – восстановить веру в Иисуса в Израиле в наши дни, а также говорить другим народам об исцеляющей важности еврейских корней веры. Хайский теологический институт основан в 2009 году. Его целью является предоставление богословского образования и подготовка лидеров в Израиле и за рубежом. С сентября 2013 года действует программа заочного обучения через интернет по двум направлениям – библеистика и мессианский иудаизм. Программа открыта для всех русскоговорящих верующих любых конфессий и по всему миру. Подростки, дети-матери-одиночек, после школы обычно, не зная, чем заняться, шли на улицы, собирались в компании, собирали куртки, распивали пиво. И не важно, что им было 13, они чувствовали себя при деле. Мы можем себе представить, к чему приводит такой подход к жизни, когда нет отца, чтобы сказать свое веское слово. Или есть слабая мать, которая старается подработать где может, чтобы покрыть хотя бы элементарные затраты на жизнь, а говорить о воспитательной работе не приходится. Такие дети, подрослев, начинают употреблять алкоголь или наркотики и дальше продолжать не хочется. Много лет помогая людям, мы пришли к выводу, что лучше направить ребенка в начале его пути, в правильное русло и дать ему полезные занятия, чтобы в дальнейшем не пришлось помогать им мамам и им самим выбираться из тех проблем, куда они могли попасть. Наша музыкальная школа видит своей целью не только воспитать хороших музыкантов, но и занять детей из слабых семей, чтобы они могли через музыку стать людьми прекрасного, по возможности избегая греха. Душа радуется видеть учащихся музыке, родителей которых не в состоянии оплатить их обучение в школе. За несколько лет существования нашей школы мы уже видим положительные плоды этой работы. Информационное служение «Оазис-Медиа» начало свою деятельность в 2000 году с выпуска печатной газеты «Оазис». Затем, увидев нашу востребованность среди русскоговорящих верующих во многих странах мира и двигаясь в ногу со временем, в январе 2013 года мы начали видеопроект в интернете, основными целями которого являются нести благую весть о спасителе Иешуа, прежде Иудею, а потом и другим народам, предоставлять возможность людям всех конфессий, знакомиться с толкованием священных писаний с еврейской, мессианской точки зрения. Для этого в студию «Оазис-Медиа» мы приглашаем наиболее известных современных мессианских учителей священных писаний и пастырей Израиля. Проект ориентирован не только на мессианских евреев, но и на всех людей, верующих в Иешуа-Мессию и Иисуса Христа и ищущих глубокого познания и понимания Бога. Интерес к нашему проекту со стороны христиан и мессианских верующих всего мира с каждым днем возрастает, поэтому мы молимся, чтобы Господь открыл новые возможности. Гуманитарная горячая кухня. Насколько это актуально сегодня, здесь, в Израиле? Желание помогать другим – это не просто хобби, это возложенная на нас миссия. Бог сказал «Возвращу народ мы в их землю и благословлю их». Тогда почему есть нуждающиеся? А потому что Он хочет через нас, тех, кто называется Его именем, благословлять свой народ, для того, чтобы мы, Его дети, приобретали Его характер, были внимательными к нуждам других и заботились о них, были даятелями. Этим мы и занимаемся, воплощаем заповедь Господа Ишуа в жизнь, помогаем тем, кто нуждается. Давайте вместе помогать им, и вы, и мы, и вы через нас, открывая бедным среди народа Израиля Бога Израилева, который возлюбил их безмерно. Служение, прошедшим Холокост. Вы знаете, когда мы служим людям, которые прошли Холокост, все время ассоциации из Егилии 37 главы возникают в наших головах. Мы просто видим, что это те сухие кости, люди, прошедшие через ужас, через ад на земле, когда их сжигали в лагерях, на глазах у них расстреливали, убивали их близких. Сегодня эти люди преклонного возраста, они наши отцы, деды. Вы знаете, для нас послужить этим людям, это почтить их и почтить их подвиг. И на основании этого подвига Бог просто воздвиг современное государство, которое сегодня есть дом Израиля в живы, и которое не прекратит свое существование. Мы, наши дети, служа им, испытываем просто благословение от Господа, который говорит, почтите отца и мать, и будет вам добро на земле. Вместе с нами и вы можете участвовать в этом служении. Оно приносит благословение. Субтитры создавал DimaTorzok